МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии братца Александра Хамоля. Глядите вы к этому выпуску. Диалог с Уладой, старшиня Гомельского облвыконка Магинать Соловей сегодня провел промою телефонную линию. Тут вырабляют тепло и электроэнергию. Гомельские энергетики запросили журналистов на ЦЦ2. Усё починается с семьи. В Наровле пройшел областный форум семейных клубов. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Старшиня Гомельского облвыконка Магинать Соловей провел сегодня промою телефонную линию. За три годины до керовника региона звернулися 45 человек. Значная частка узнятых пытаний отучилась от темы наведения парадку. От ремонта сельских дорог до доброго парадкования городских парков. Жыхар советского района Гомеля, який з'является инвалидом, поскардился на незручность выкористания пандуса в шматкватерном доме. Мужчина уже пелный час не может выйти на улицу. По час промой телефонной линии, этот район в уголе неодноразово оказывался в поле сроку старшиня облвыконками. Ниакосный ремонт в жилых домах, несанкционованный гандаль, давно не ремонтованные дороги в зонах отпочинку. Только некоторые проблемы, які охудшили гомельчание. Доручения пары Гаванина, некоторые звороты были дадены непосредственно подчас телефонной линии. Большаясь остальных пытаний будет выражена на протягу 7 дней. Решая на местах эти вопросы, которые сегодня в некоторых направлениях проявляются, мы видим, что тенденция идет к уменьшению. Но как бы там ни было, сегодня мы и ставим задачу для того, чтобы все вопросы, которые возникают, проблемы у населения, они должны решаться. Если на местном уровне они не подлежат решению, то, конечно, мы на областном должны в первую очередь рассмотреть. Что касается вот этих некоторых мелких проблем, которые возникают, я скажу, если там, где есть на месте у вас, там всегда проблемы будут решаться. И в первую очередь мы и обращаем внимание всех наших руководителей подразделений, они должны идти к народу и вместе с ним решать те проблемы, которые их есть. Гомельская ЦЭЦ2 – одна из самых молодых станций в Беларуси. Первый энергоблок тут увели в эксплуатацию в 1986 году, причем до терминова. Необходно было худко компенсовать недохоп энергии, который утворился после аварии на ЧЭС. Сегодня на ЦЭЦ2, которая является филиалом республиканского унитарного предприемства Гомель Энерго, отремливают половую электричную энергию, что выпрацовывается в регионе. И треть – тепловой. При этом тут постоянно ведется модернизация в творчестве, что позволяет сделать технологичный процесс больше рентабельным. Замену выключателей в этих распределительных устройствах, маломасленных, на современные выключатели вакуумные, которые не содержат трансформаторного масла, являются пожарно-безопасными. Также определенная долговечность более высокая у них, ресурс высокий и меньше затрат на их техническое обслуживание. Только в этом году на ЦЭЦ2 зэкономили амаль 26 тысяч тонн умовного палева. Для прикладу, когда разместить его в стандартных цистернах, то состав растягнется больше, как на 5 километров. Одночасово зэкономия ресурсов, значная увага на станции надается экологичный складающий. Наша станция, одна из первых, внедрила в городе Гомеле систему непрерывного контроля выбросов в атмосферу. И в режиме онлайн эти все выбросы контролируются непрерывно на компьютере. И мы следим за режимом своего оборудования. И расчет уже идет экологического налога по этой системе. То есть она является коммерческой. Головная задача ЦЭЦ2 – забезпечение Гомеля теплой энергии. 75% тепла, что отримывает областный центр, выпрацовывается именно тут. При этом иснуючие могутности позволяют эффективно выполнять эту задачу при любых отмолвных температурах поветра. А про то, что тут действительно профессиональные кадры. Правда, худко сделать карьеру на ЦЭЦ не отримается. Даже выпускники ВНУ начинают с рабочих специальностей. Такий шлях в свой час прошли практически все сучасные керевники предприемства. Даже такие показчики, как тякучесть кадров на станции не превышает 0,04%. Основной поставщик – это сухого. Подготовка на уровне. Но единственное, у нас нет возможности их поставить сразу на какие-то инженерные должности, либо мастером, либо инженером и так далее. Они проходят ступеньки, начиная с электромонтера, электрослесаря, либо машиниста-обходчика турбинного, либо котельного оборудования с последующим ростом. Но вот эти кадры – это именно эксплуатация. Им надо высшее образование. Завтрашние они будут реально и специалистами на уровне цеха, но и специалистами высшего уровня. Если у нас взять, практически начиная от директора, заканчивая начальником отдела цехов, это выходцы с эксплуатацией. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Про значность семьи и ее роль в патриотичном выховании детей говорили в Наровле. Тут пройшел другой областный форум семейных клубов. А так само отбылся финал конкурса «Лепшая молодая семья Гомельщины». Дмитрий Котов, Володая под обязанностями. Региональный форум семейных клубов проходит в другой год за пар. Его главная задача – консолидация громадскости и пошук отказов на завсюду актуальные питания. Как створить счастливую семью и правильно выховывать детей. Своим опытом делятся активисты из разных районов в области. Надея Гананайка рассказывает про деянность своего семейного клуба. В объединении уходят многие же хоры агрогородка Микулич и Брагинского района. Разом они занимаются краезнавством, выучают историю родного края и семейные традиции. А после делятся ведами за насельчанами на огольных сходах. Чтобы сплотить людей, чтобы люди находились в обществе других семей, семьями собирались. Более, чтобы сплоченно были семьи. Дети с детьми, взрослые со взрослыми. То есть объединяло что-то общее. Удельники обменялись лепшими практичными напрацовками, а по завершении пленарной частки усеяк один означают. Форум – добрая пляцовка для обмена думками и удосконаливания уластной работы. Усяго за два года и он набыл веализмную популярность. В будущем повинен только развиваться. Стараемся, чтобы это стало традицией. Мы не будем останавливаться на втором форуме. Сегодня сами уже участники форума и спикеры предложили, что следующий форум уже провести и на базе университета Скорыны. Потому что есть проблемы и семьи все-таки интересует и психология семейных взаимоотношений. Поэтому эта тема востребована. И даже сегодняшний форум показал, что то время, которое мы запланировали, его даже сегодня оказалось мало. Поэтому следующий уже форум мы будем немножко расширять границы и немножко больше делать и по времени, и насыщать информационно. Конкурс «Лепшая молодая семья Гомельшины» демонструет взаиморазумение, поважание, а так само огульный погляд на будущее – уголовные умовы семейного счастья. Конкурсанты ни на хвилину не покидают один-одного, а свободный час перед початком споборництва выкористовывают с корыстью, подтримливают и наткняют свою другую полову и детей. У фойе Центра культуры распочинается перша частка конкурсу. Семьи знакомят членов журы со своими мини-подворками. Некто сустракая гостей веселые песни, альбузадорным вершам, иншие издевляют смачными стравами. Мама работает в школе, поэтому предложение поступило от директора школы, от администрации моего района Новобелецкого, города Гомеля. Поэтому мы семья творческая достаточно, спортивная и активная, поэтому решили поучаствовать. У дельники областного конкурсу пройшли районные отборы. Усяго за перемогу смагалися восемь семьев. Обовязковая умова – активный удел детей. На сцене, сразумело, не профессийные артисты, однако дразу и не отличишь. Месяцы тренировок не пройшли даремно. Одной из первших выступая семья Лавровых. Еще у кулуарах Роман и Наталья рассказали, что творчесть – важная, складающая життя их семьи. Вот тому на возъявилась и текавая традиция – сбираться по вечерах разом и спевать. А тому подрыхтолка до конкурсу не склала значных проблем. Обычно после рабочего дня, когда забегаешь домой, дети сразу берут микрофоны, у нас их много по дому лежат. Говорят, папа, давай будем петь. В караоке у нас постоянно споры за пульт, кто заберет, какую себе песню включит. Это да, это однозначно. Первым делом уроки сделали, и кто быстрее, шустрее, скоренько бежит. Дареши члены жюры высоко оценили выступления Романа и Натали, а так само и их шатьварых детей. Семья Лавровых стала переможцем областного конкурса. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» с Нароли. Спис нематериальной культурной спадшины ЮНЕСКО пополнил еще один белорусский обрат – Полеский Юрьевский Карагод. Такое решение было принято на 14-й сессии Межурадового комитета по Ахове нематериальной культурной спадшины ЮНЕСКО. Юрьевский Карагод, неколи распаусюдженный на всей Туровщине, сегодня заховался только увезцы по ГОСТ Житковицкого района. Местовые жихары выконывают его весной у День Святого Юрия. Ее наличится заступником хатних живел и сельской господарки. По традиции, именно в этот день у першиню после зимы на поле выводят живелу. В Юрьевском Карагоде есть место выпеканью каравая, малявничим грушникам и святочной вечеры. Местовые жихары верят, что обратно сприяет доброму уроджаю. В образы белорусских женщин праскалендарной обратной представила фотовыстава у Гомеля. Экспозиция «Белорусские прихожуни» фото-журналиста Альфреда Микуса открылась в Музее истории города. Выстава присвечена роли женщины у традиционной белорусской культуры – обрадовой и бытовой. У Ееу вошли 40 фоторабот, основным портреты, а ли есть и репортажные вздымки. Кап зловить гэтые усмешки, фотограф проехал не одну сотню километров. Отдалившись от городской митусни, ему удалось ознайзти своих героинь. Последние годы меня очень заинтересовала тема сохранения нашей аутентичной Белоруссии. И я много езжу и работаю по Гомельскому полесью, по Витебской области, по Гродненским достопримечательностям. Меня интересует именно Белорусь аутентичная, народная, настоящая. Альфред Мику скажет, что вздымает только те обрады, в силу яких вера тих выканалцы. Минавито так, по меркованнях аутара, традиции протягивают житё, а местами и узнавляют страчанное. Гэтый фотопроект показывает, что наши национальные обрады и ритуалы усеяще живые и по ранейшему могут зачаровать и привабливать. Многие фотоздымки аутара увайшли в друкованные альбомы и книги, присвеченные белорусской традиционной культурой. Новочинцы Гомельского колледжа бытового обслуговывания снова покорили жюри Международного фестиваля «Невские береги» в Санкт-Петербурге. И они завоевали 15 призовых мест в разных номинациях. С талиновитыми цырульниками и стилистами познайомилась Ганна Кральчук. У свои 19 годов Павел Иовенко маил уже три годы профессийного стажу и великую колькость дипломов и узнагарод. Не глядячи на то, что хлопец вучится в ося роде одних девочинок, минавито Йон стал зоркой в своей группе и досягнул значных поспехов в мастатстве наведения прыгажостей. У фестиваля «Невские береги» Йон примал удел не одной, а сё лето завоевал одну из наивысшейших узнагарод – Кубок за волю до перемоги. В наступном ходе Йон скончить колледж, однако со своим дальнейшим лёсом хлопец уже вызначился. Мне всегда нравились волосы, нравилась красивая прическа, эстетика человека, поэтому выбор пал на эту профессию, я ни капельки не жалею. Планов очень много, конечно, развивался в своей профессии. За время учёбы я понял однозначно, что я буду только парикмахером, и если я буду развиваться, то буду развиваться в этой профессии. Во время учёбы мне дали конкурсов, очень много опыта, мастерства, много достижений. На фестивале «Навученца колледжа» представили две коллекции конкурсных причесок. Яны складаны в оконанне и выкликают эстетичное захопление. Хамельчане выступали под керовництвом Юлии Иванчиковой – цирульника-стиллиста, шматрозовой переможцы республиканских и международных чемпионатов. Тренер каже, что конкуренция была вельми высокой. У каждой номинации выступали больше за 100 человек – из России, Краин Прибалтики, а так само Израиля, Узбекистана и Кореи. Жюри звертало увагу на худкость и якость выполнения прически. Главными требованиями на любом чемпионате является чистая работа. Как правило, работы выполняются на время, то есть ориентировочное время – 25-35 минут. Мы предварительно готовимся месяца два, чешем каждый день заранее подготовленные формы. И ребята отрабатывают для того, чтобы потом на чемпионате выйти и причесать работу чисто, быстро, по всем требованиям и критериям. Были у команды и ты, кто на такой масштабный конкурс поехал в першиню. Например, Татьяна Фомченко, которая завоевала другое место у номинации «Дзённая прическа». Работу треба было выконать за 25 хвилин. К тому складание за все было справиться с хваляванием и сконцентроваться. Перебороть свой страх. То, что ты стоишь и главное вспомнить то, чему тебя учили, что тебе рассказывали, что ты должен сделать. Это вот волнение, оно немножко заглушает, перебивает. Но именно перебороть саму себя, научиться контролировать себя, свои эмоции, чтобы правильно направить все. Рульники с Гомеля в составе республиканского объединения «Лига творчей молоди» завоевали другое место у командным першинствения узких берегов сирот края-нудельниц. Отпочивать на лаурах не макали. Зараз команда рыхтуется до республиканского чемпионата WorldSkills. Их утка почнется под рыхтовка до конкурса «Золотая пролезка», который отбудется у Гомеля 28-го соковика. Гана Корольчук, Игорь Марышченко, отель радиокомпания «Гомель». Стать шаровником просто. Белорусский «Червоный крыш» проводит доброчинную акцию «Елка жаданья». Ем это допомогает детям сошмадетных, неополных и приемных семей, а так само детям с инвалидностью отримать новогодние подарунки. Любый жадающий может выбрать один из листов до Деда Мороза, набыть необходимые вещи и передать их волонтерам «Червоного крыша». Это может быть оденье и обуток, цацки, канцелярские и спортивные товары и, конечно, цукерки. У Росных Андлёвых Кропка Гомеля активисты закликали необъяковых людей долучиться до доброчинной акции. Ежегодная благотворительная такая компания «Елка желаний», которая у нас проходит весь праздничный новогодний месяц. Мы собираем подарки для детей из тех семей, которые нуждаются в поддержке. И мы предлагаем всем желающим принять участие в этой такой доброй, замечательной акции, побыть в роли Деда Мороза, осуществить мечту конкретного ребенка. Елки с поштовками от детей застанутся у гандлёвых объектах. Их администрация протягнет сбирать подарунки от покупников, які выращать долучиться до акции. Передать их можно и непосредственно у районной организации «Червоного крыша». Оказать подтримку максима так само у грошовой форме. Для этого абоненты «Лайф» и МТС повинны дослать смс на короткий номер 553 с текстом поведомления 14-73-333 и указанием суммы охверования. Хоккеисты «Гомеля» пропонуют болельщикам зладить передновогодний «Таскопад». Доброчинная акция отбудется на опошнем в 2019-м годе домашние матчи хоккейного клуба «Гомель» 28-го Снежня. Сустреча «Гомель» юнацтва почнется от 13-й години. Принять уделу акции может любой жадающий. Собой можно принести необмежованную колькась мягких «Чацок», які после финальной сирены матчу по команде судей-информатора треба кинуть с трибу на лед. Перед матчем у холи другого поверха лядового палаца для наведовленников будет организована культурно-забавляльная программа с гульными сюрпризами. Пусть и собранная по часу акции «Цацки» хоккейсты «Гомеля» и волонтеры от Рада «Открытые сердцы» передадут у социальной установы «Гомеля». Гэта и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершен. Дякую за увагу и до сустреча у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова